Москва, ток-шоу, пусть говорят. Уитни Хьюстон, звезда фильма «Телохранитель», одна из самых популярных певиц в мире. В минувшее воскресенье за несколько часов до вручения музыкальной премии Грэмми была найдена мёртвой в своём номере в отеле «Беверли Хилтон». Вот, Вань, надеюсь, ты меня поддержишь. Сейчас чуть-чуть отвести по поводу наркотиков, вот эту тему. Давайте скажем о том, многие не знают о том, что Уитни занималась очень много благотворительностью. Она помогала детям, также помогала тем, кто... У неё был свой фонд и помогала и наркоманам, помогала больным с гидом. Ну и скажем, если она помогала наркоманам? Владимир, вы с нами на связи, Владимир Ленский? На связи. Тогда каким образом она, помогая наркоманам, не может помочь своей дочери, которая только за минувший год, если я не ошибаюсь, два раза была в наркологических клиниках, и фотографии, употребляющие её нюхающий кокаин, обошли тоже все журналы? Вот вы знаете, зачастую бывает так, что ты можешь помочь другим, но себе, к сожалению, помочь ты не можешь. Да, я хочу ещё сказать такую вещь, что я сегодня прочитала, что её поклонники, которые живут в Нью-Йорке, в Гарлеме, пришли к музыкальному центру афроамериканского искусства и написали вот такие слова. «Иисус любит меня, я это знаю, покойся с миром», потому что за два дня до Грэмми она совершенно спонтанно выступила в одном клубе с песней «Yes, Jesus loves me». На сегодня всё, мы оставляем вас с одной из первых песен Уитни Хьюстон, которая принесла ей невероятную популярность. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok